Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Продолжаем с вами играть в гнумчиков. Я тут распотрошил бочечки. Бочечки у меня тут были из-под винишка. Надо бы, конечно, их перезарядить, попробовать. Я только забыл, где она, вот они. Да, потому что бочечки из-под винишка это очень важно, но у меня нет бочечек. Так, надо бочечек тогда еще сделать, штук 10. Так, и вопрос, теперь хватит ли мне. Ну, мне, в принципе, хватает. Так, отлично. Раз мне хватает, значит, сейчас надо их сделать и выставить назад. Бочечки это важно, винишечка это важно. Винишечка это наша жизнь. Спорт это жизнь. Так, сколько там 7 лесов осталось сделать? Так, 7 лесов и несколько бочек. Так, 7 лесов, несколько бочек. Так, хорошо. Леса практически тоже все готовы. Так, теперь мне надо выставить бочки. Пусть с них пока бродит священная жидкость, которой мы лечимся. Так, и все остальное, получается, мы построили. Теперь мне надо произвести тогда себе щиты для воинов, чтобы они могли оттанковаться. Точильные камни для воинов, чтобы они тоже как бы себя неплохо чувствовали. Так, для лучников, по-моему, я ничего произвести не могу, потому что для перчаток нужны шнурки. Шнурков у меня, по-моему, до сих пор особо нет. Можно, конечно, проявить карательную экспедицию за шнурками. На самом деле, неплохой вариант, может быть, действительно имеет смысл. Так, за шнурками, за письменными принадлежностями в плане перьев. Так, как бы в тебя попасть-то, а? Так, попали. Хорошо. Так, это у нас худосочная овечка, она нам пока не нужна. Так, за шкурами. А вот это вот не худосочная овечка, она нам нужна. Так, вот этого, кстати, тоже надо. Вообще, кстати, вот этих вот всех надо бы убить, потому что, возможно, из-за них не появится следующее. А это было бы очень грустно, если бы они не появились. А они, кстати, появились. Стоило мне сказать, что они, возможно, не появятся, а они вот они. Так, то есть можно еще всех оставшихся приодеть тоже виверн. У меня сейчас пока шесть персонажей с вивернами, можно сделать вообще всех. Так, на самом деле, на и полезнейшая вещь. Реально. Можно, кстати говоря, кроме шуток, можно на них и напасть. Ну-ка, давайте-ка мы на них реально нападем. В принципе, да. Возьмемся еще одну виверну. Вернее, высадимся еще в виверну. И тогда с этим совсем добро можем пойти смело на ветерана уже нападать. Так, это у нас дохлые ребята, которые только что появились. Они нам не важны, в принципе, если они даже еще раз сдохнут. Так, нападение, нападение, нападение. Это что-то порыбачить решил, что ли? Не, давайте мы пока рыбачить не будем. Да, с вивернами гораздо проще перемещаться просто. Прямо вот на порядок проще перемещаться. Так, вот эту вот штуку нам надо. Так, и теперь вот этих вот двух. Ну, просто приземлись и бей. Ну ладно, хорошо, можно и так. Так, надо открыть здесь портал, с которого мы сейчас побежим назад. Это еще что такое? Понятно. Ну, короче, стратосферу один решил улететь. Так, дальше, хорошо. Да, я ничего никак не уймусь, но погоди. Хорошо. Все убегаем назад. Так, ставим Х1 скорости. Так, ставим Х1 скорости. Высаживаемся куда-нибудь сюда, сюда и сюда. Так, выходим отсюда. Так, найдем портал, чтобы вы могли быстрее перемещаться. Так, на тебе вина. На тебе вина, тебе вина. Так, тебе вина. Всем вина. Всем вина, давайте бейте его. Так, вроде как он, по идее, не должен нас очень сильно погрызть. Кроме того, я очень сильно удивлюсь, если он нас очень сильно погрызет. Так, вот это надо потушить. Так, ну да. Этого мы довольно быстро забили. Правда, сейчас теперь придет звездный десант. Так. Хорошо. Нападаем теперь на этого типа. Так, нападаем на этого типа. У этого типа есть необходимые нам виверна. Так, у нашего сейчас еще заберут добавок ко всему. Хотя, вроде как, не должны. Должны, блин, но могут. Ну, давайте. У магов цепь молний. Идея, они должны нормально с ними справляться. Так, вот этих вот всех тоже надо убить. Если что. Ну да, короче, основного босса мы добили. Но с этим, я думаю, как-нибудь разберемся. Так, тушить пожар. Тушить пожар, это важно. Тушить пожар, это важно, конечно. Ну, в принципе, учитывая то, что у вас у всех виверна, мне эта лестница уже не очень сильно нужна. Так, все, нормально. Так, сейчас у нас будет еще, короче, 3 виверны. Еще 3 виверны. И тогда у нас 9 человек из 14 будут летать. Из них двое у нас летать, в принципе, не могут. Ну, нормально, нормально. Так, давайте призовем тогда вот этих вот. Нет, рыбачить не надо здесь. Вот, да, вот мозги зомби надо добывать идти. Мозги зомби выгодная тема. Прям мозги зомби хватаем. Вот эту штуку надо... Нет, хотя нет, эту штуку, наверное, не надо. Они потом, наверное, Респицы перестанут, если я ее сделаю. Так. Мозги, короче, это прям вот must have. Раньше я думал, нахрен они нужны. Но сейчас как бы... Сейчас как бы да. Сейчас как бы надо. И просто мозги, и мозги зомби вообще. Очень необходимая вещь для выживания в современном обществе. Так, мозги, 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 мозги. Мозги нам, кстати, потребуются на эликсир и воскрешение еще. Помимо всего прочего, что там нужно. Так, хорошо. Вивен, почему только два яйца? Где третье? Третье яйцо, короче, кто-то скрысил наверняка. Так, в результате вот эти ребята не могут туда пролезть. Так, все, давайте все домой. Все домой. Те, кто не домой, короче, это вот такие ребята. Они у нас занимаются переносом. Так. Все, кто дома, идут спать кому надо. Так, все кому надо, идут спать. Так, отлично. Ребята у нас легли набираться сил. Это ребята молодцы. Так, у нас есть какое-то количество мозгов зомби. Можем их попробовать потратить. Наверное, не хватит. Да, следующий уровень будет уже дорогой. Так, книжек надо прям очень прилично. Зафигачить для того, чтобы все было хорошо. Короче, третье яйцо опять куда-то кто-то скрысил. Почему-то в этот раз только два. Где третье, хрен его знает. Либо его не было, либо оно у кого-то в инвентаре лежит до сих пор. Понять это решить невозможно. Поэтому мы как бы не будем запариваться. Два и два. Так, что, ладно. Теперь надо подготовить план нападения. План нападения на ветерана. Так, план нападения на ветерана будет включать в себя несколько пунктов. Во-первых, нам надо сделать вот такие вот штуки. Это для того, чтобы мы могли здесь нормально перемещаться. И от него каким-то образом убегать. Так, сам ветеран, я не знаю, полезет на них или не полезет на эти леса. Нам, в принципе, не суть. Так, нам, в принципе, не суть. Сюда мы ничего ставить не можем, потому что у нас будут проблемы, если мы туда что-то понаставим. Так, третье яйцо и верно не нашлось. Ладно, я думаю, что мы без яйца и верно. 21%. Ждать особо не будем. Ну, давайте нападем. Давайте нападем и посмотрим. Так, во-первых, все домой. Так, во-первых, все домой. Так, вот товарищ у нас вайсдик, я смотрю. Но бить его все равно нельзя. Так, у нас есть персонаж вот такой, которого надо убить. Так, для этого нам надо будет поставить несколько порталов. Здесь и, наверное, крайний вот здесь. Ну и надеяться на то, что они, блин, выживут. Так, еще кое-кто у нас спит до сих пор. Ну, давайте посмотрим. Как вы будете конкретно что-то делать. Так, если у нас убьют кого-то из вот этих вот товарищей, нам их, в принципе, не жалко. По идее, мы должны легко расправиться. По идее. Кстати говоря, здесь мы еще можем дополнительно набрать мозгу в зомби. Так, стой, 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 не убегай. Так, на тебе еще несколько бутылок вина. Еще несколько бутылок вина. Угу. Так, ладно, сначала убиваем вот этого. Так, ну, естественно, пошли и сагрили товарищей. Ну, в принципе, я и ожидал этого, поэтому так и сделал, собственно. Если они не научились прыгать... Они научились прыгать. Ладно. Они научились прыгать, мы, в принципе, можем летать. Так. Ну, в основном у меня рыджевики. В основном у меня рыджевики, поэтому в основном... Мы тут как бы должны себя неплохо чувствовать. Он до сих пор живой. Был. Так, ранитель подземелья повержен. Отлично. Так, теперь мы отсюда сможем наковырять адские количество мозгов зомби. Ой, из него, кстати, еще и мифрил выпал. И четвертая часть портала. Отлично. Так, мозги зомби прям прут рекой. Рекой прут мозги зомби. Это очень выгодно. Так, это очень выгодно. И осталась у нас одна летающая тварь вот эта. Которую мы тоже забираем. Так, хорошо. Теперь мы разбираем все вот это. То, что здесь есть. На заднем плане. Мы это все полностью разбираем. Я, кстати, запрещаю вам заниматься сбором. А то вы сейчас... А то вы сейчас именно этим и займетесь. Это уже прям понятно было по вашим глазам. Так, разбираем вот этот сундук. Так, и где-то здесь у меня есть... Недалеко. Вот он, прям под нами склад. Значит, нам надо в этот склад проковырять дырку. Чтобы нашим импам было понятно, куда лететь. Так, хорошо. Ну, по-моему, из всех сочетаний... Вот сейчас окажется, что у меня их, например, две штуки. Из всех сочетаний это самое дурацкое. Потому что три руны одного этого... Ну, хрен его знает. Ладно. Сейчас проверим наше везение. Так, это я все забираю в инвентарь. Это мне, в принципе, нужнее, чем вам. Так, заниматься можете чем хотите. Ну, посмотрим. Есть у нас такие руны? Нам нужны руны молнии в количестве трех штук. Блядь. Ну, конечно же. У нас их две. Ой, блин. Ну, что это за говно, а? Блин, мне нужно было, чтобы... Мне нужно было, чтобы я мог нормально воевать. В принципе, я и так нормально воюю. Но хотелось бы воевать еще лучше. Так, ладно. Пес с ними. С ними, с вами, со всеми, короче. Пес, все, я психанул. Пошли вниз. Все, наша задача, короче, ребят, продвигаться вниз. Уничтожая просто все на своем пути. Так, виверны вылупились мои. Виверны почти вылупились, но не до конца. Так, надо позвать вот этих ребят сюда. Так, ладно. Одного хранителя мы нашли. С этими я не знаю, что делать. Можно, кстати, попробовать дать им леща. Все-таки. И отвоевать вот эти вот остатки. Новый уровень 13. Нам, кстати, дали еще одного. Но я просто не хочу с ними идти воевать, пока у меня не будет защиты. А защиты у меня теперь не будет. Либо пойти найти просто себе несколько кусков мифрила. И хранитель душ просто закрафтить. Так, здесь мне не нужно сравнивать все с землей. Здесь мне достаточно сравнить с землей только... Сравнять, сравнить. Сравнять с землей только те вещи, которые относятся к вот этим вот залежам. Все остальное, в принципе, мне ровнять не обязательно. Так, и вот у нас еще один храм. Так, а если я... Ну так, в порядке бреда. Допустим, сделаю вот так. Блин, ну они очень жестко бьют. У них вот одна большая проблема. Вот у этих всех галемов и прочей швали. То, что они очень больно бьют. Очень. Так, в принципе, мы здесь находимся недалеко. Пойдемте, мы на него нападем. Пойдемте. Так. Ну, вот так, например. Так, ладно. Все, короче, пострадали, кто тут стоял рядом. Кроме, собственно, его. Так. Так. Ладно. Допустим. О, яйцо вылупилось. Отлично. Яйцо вылупилось. Яйцо вылупилось. Это очень хорошо. Так. Тогда мы давайте, да, эти яйца перенесем. Сейчас тогда мы сможем еще кого-нибудь отправить. Урона он не получает. Урона он не получает. Давайте, блин, бомбанем сюда вот такую штуку. Он тогда вниз упадет. Тогда упадет вниз. Так, ладно. Давайте поставим Х1. И вот так вот жахнет, блин. А так. Блин, блокирует, зараза. С оклинаниями его, короче, побить нельзя. Так, ладно. Выбрать гнома. Контроль. Так. Осторожненько. Коротненько. Коротненько. Аккуратненько. Во. Теперь его ничего не блокирует. И теперь его, походу, можно бить. Так. Если я тебя отпущу, ты не умрешь? Так. Походу, мы, наконец-то, нашли к ним подход. Отлично. В общем, им надо иметь возможность неблокируемо подходить к чему-то, чтобы их можно было бить. Короче, если попробовать им заблокировать, или если у них была естественная преграда в пути. Причем обрыв, естественно, преграда не считается. Считается естественной преградой, только почему-то возвышение. Ну, короче, какие-то баги очередные. Ладно. Так. Тогда пока ребята там ковыряют, мы будем ковырять вот здесь. Так. Пока одни ковыряют сверху, мы будем ковырять снизу. Так. Сейчас мы должны будем доковыряться вот до вот этой части. Дальше в воде он тоже не вылупится. Так. В воде он не вылупляется. Так. Главное, чтобы они не успели сюда прийти до того, как мы их забьем. Иначе они могут все испортить. Ееееее! Так. Я думаю, эти храмы какая-то древняя система охраны. Да, я тоже так догадался сразу. Думаю, прям какая-то древняя система охраны. Так. Хорошо. Ладно. Система с лесами работает отлично. Так. О, кстати, посох живого дерева можно было бы крафтануть в него. Потому что вон там живое дерево выпало. О, открыт секретные рецепты. Посох живого леса. Вот как надо же интересно. Так. Посох живого леса, секретный рецепт. Отлично. Ладно. Крафтанем его. Отдадим какому-нибудь магу. Пусть зовет этих самых уродов всяких. Так. И на нас сейчас, кстати говоря... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И мы тут, я смотрю, еще на одного напались. Самостоятельно причем. Так. И мы его пробиваем. Что характерно. Ну ладно. Тогда придется пожертвовать. На нас там две стороны идут. Но мы уже не можем ничего сделать. Так. Вот этим гномом мы пожертвуем. Хрен с ним. Не знаю, что это был за гном. Но ладно. Короче, мы можем пооткрыть такие жертвы. Мы отвоевали, получается, сразу два храма. Не отвоевали. Мы не отвоевали сразу два храма. Потому что они просто взяли и ушли. А теперь вы его не пробиваете, да? То есть вы просто оставалось нанести ему, блин, два, не знаю, там, удара. И вы просто решили разойтись. Да? Ну а, собственно, что бы и нет. Супер. То есть мы потеряли гном просто так еще, получается. Ой, господи. Эта игра... Эта игра фантастическая просто в каком-то смысле. Ну да. Пробить мы его не можем. Так. Нам должны... Вон, нам дали земляного деда. Так, ладно. Земляной дед, это, конечно, очень круто. Наверное, я не знаю. Ну, бьет он довольно серьезно, ладно. Но нам надо что-то вот с этим делать. А я не знаю, что с ним делать. Надеюсь, блокируют заклинание. Можно добыть воды. Например. Так, ладно. Можно вот этих вот побить пока. Они, по крайней мере, точно пробиваются. Но они что-то не очень хотят их бить. А, нет, вон, захотели. Захотели, только не захотели бить их в ответ почему-то. Как говорится, а нас-то за что? Не, ну, в принципе, с книжками наживучь нам стало сильно полегче. Не, нам стало сильно полегче. Этого мы пробить не сможем. Блин, надо выбрать гнома. Так, контроль. Надо вычерпать воду отсюда. Так, теперь он, по крайней мере, может ходить. Ну, я не знаю. Может, он сейчас кого-то и убьет. А может, и не убьет. Хрен его знает. Так, отличная работа. Так. Какими-то умениями обладает этот монах. Так, добыть воды. Какими-то умениями этот монах по-любому обладает. Так, ну, хорошо. Теперь у нас есть все четыре храма. Так, у нас есть все четыре храма. Этот монах обладает умением перетереть, походу. Так. Так, выбрать гнома, контроль. Ладно, раз вы сами не в состоянии это сделать, давайте я сделаю. Да. Они предпочитают, короче, ничего не делать. Хорошо, ладно. Мы отбили абсолютно все вот эти штуки. Причем реально прям все отбили. Теперь у нас есть все храмы, которые есть здесь. Они все, все. Они теперь наши. Абсолютно. Мы, кстати говоря... А вот это вот хрум-хрум-хрум, это что такое? Нет, это не здесь. Так, ладно. Есть у нас все храмы. Есть у нас абсолютно вся фигня. Так, там, походу, еще какой-то товарищ. Типа слезняка этого ковыряется. Так, поехали. Тогда теперь просто тупо вниз. Нам не нужно здесь все вычищать. Досконально. Нам надо просто прочиститься, чтобы мы могли нормально ходить. Все. Так, вот это вот все нам надо с ним снести. Так, еще нам надо снести все вот здесь. И заодно добыть золото. Золотая руда нам, в принципе, пригодится. Хорошо. Монахи, я не знаю, будут нам монахи помогать? Так, мы можем тогда взять еще... Сколько там? Две виверные у нас есть? Две виверные отдать ребятам. Не нашли ли мы каких-нибудь рун? Случайно. У меня, кстати, 124 единицы золота. Я бы мог на них что-нибудь придумать. Так, здесь у нас серебро. Здесь у нас всякая ерунда. Так, здесь у нас книга воина. Серебро, кстати говоря, можно бы и взять. Я не знаю, правда, зачем, но взять можно. Так, еще там книги. Короче, сейчас золото наберем отсюда до хренища просто. Так, ну и пойдем, ну, спускаясь вниз в порядке вот этой вот штуки. Мы рано или поздно должны обнаружить либо еще логово каких-то ветеранов, либо что-то еще в этом духе, потому что все храмы мы нашли. То есть все четыре храма, они у меня и так уже есть. Поэтому храмы мы уже обнаружить не можем. Если мы что-то и обнаружим, это будет что-то явно очень хорошее. Нам нужно найти, в принципе, потайную комнату, в которой будет руническая дверь, которую я смогу открыть. Не вот это вот издевательство, которое мы уже нашли, неоткрываемое, а что-то, что открыть будет можно. Там очень интересные звуки какие-то издает. Такое ощущение, что там прям где-то есть дракон. А, нет, там есть еще один ветеран. Там есть еще один ветеран. Лужа. И очень много мифрила. Угу. Ну ладно, хорошо. Я, правда, хотел, чтобы там было что-то другое, но это тоже неплохо. Так, вот это вот все надо будет собрать. Так, там у нас какие-то штуки. Так, и вот у нас еще одна комната. О! Вот сюда нам надо. Нам надо вот сюда. Здесь у нас есть пакет живой брони. А, мы, кстати говоря, можем крафтануть себе посох живого леса. По идее. Так, где он там? Секретный рецепт. Посох живого леса. Вот он. Да, мы можем покрафтануть себе таких посохов в Хренову Гору. Так, он у нас вызывает этих самых, вызывает клещей. Блин, ну он, конечно, в принципе, был неплох. Но давайте мы их, ладно, два возьмем. Мы сейчас эти посохи живого леса отдадим вот этим персонажам, которые у нас только что появились. Так, вот сюда нам очень сильно надо. Так, вот сюда. Так, нормально. Это мы все срубили. Так, там у нас тут ковыряет потихонечку. Так, давайте сейчас мы вот это вот срубим. Так, посохи живого леса, я не знаю, сделали, не сделали. Кто вообще это делает? Надеюсь, что сейчас делают, ладно. Так, вот этот мы все быстренько разбираем. И попробуем напасть вот на него. Если он нас пробьет, я очень сильно удивлюсь. Так. И как-нибудь, наверное, вот здесь вот надо отравняться вот по этому уровню. Так, здесь у нас никаких дверей рунических нет. Ну, надеюсь, что мы сейчас найдем то, что надо. Так, ну что-то типа того, наверное. И здесь вот что-то типа того. Так, все. Здесь мы, короче, подравняли вообще всю ерунду. Так, теперь надо переключиться на этот. И давайте попробуем на него напасть. Так, у меня, кстати, очень мало вина осталось. По идее, мы должны его вообще без проблем забрать. По идее. У нас куча рейджевиков. И очень здоровский урон. Ну, давайте на скорости попробуем. На фарт. Так, двоих, троих уже прям конкретно пошлепали. Так, все. Забрали мы этого товарища. Ну, теперь вопрос, что там за руны скрываются. Сейчас мы это узнаем. Так, одна там у нас открыта. У нас, короче, нам нужен узелочек и галочка. Есть у нас узелочек и галочка? Узелочек и галочка. Да, они у нас есть. Хорошо. Это у нас был узелочек. Так, а вот у нас галочка. Так, галочка, ты сейчас умрешь. Теперь вопрос в том, что там лежит. Я бы очень хотел увидеть там хранитель душ для того, чтобы я не тратил ресурсы на его крафт. Если он там есть, то начиная со следующей серии мы можем классно одевать гномов. Давать им всякие скиллы. Это что еще такое? А, это водяной чувак. Я думал, это зомби, а это водяной чувак. Так, давать им всякие скиллы и прочее, прочее, прочее. Но, по-моему, хранителя душ там нет. Кольца там, конечно, все равно есть, и это очень хорошо. Но хранителя душ, по-моему, там нету. Так. О, луг рыбовой мы нашли. Так, ладно. Так. Угу. Отлично. Самоходная бурильная машина. Так. Убрать конструкцию. И это, конечно, все очень здорово, то, что мы только что обнаружили. Но... Но я хотел немножечко не то. Так. Ну, сейчас посмотрим. Есть там хранитель душ? Ну, по-моему, нету там. А нет, подождите. Нет, нет хранителя душ. Хранитель душ можно крафтануть. Мефриловая руда у нас есть. Ладно, тогда раз уж не получилось. Раз уж два раза не получилось. Так. Давайте попробуем по-другому. Так. Во-первых, надо дать им возможность сбора. Дать им возможность сбора. Так. Поставить вот так. Ну, и надеюсь, что он не лажанет. Забирай его. Так. Молодец. Яйцо дракона есть. Так. Теперь можно попробовать второе яйцо дракона забрать. Так. Есть желающие? Пока дракон улетел, надо бы прямо это сделать. Ну, давайте. Кто-нибудь. Начинаем придет, и дракон прилетит. Забирай. Так. Забирай и убирай. Хорошо. Так. Закрываем на всякий случай, чтобы у них что-нибудь в голове не стукнуло. Туда еще разок сходить. И здесь прямо нет драконов, что ли? Ну, ладно. Хорошо. Удалите яйцо дракона. Удалите яйцо дракона. Удалите яйцо дракона. Удалите яйцо дракона. Забирай его. Я бы тебе советовал отсюда свалить. Так. Слушайте, ну... Походу, мы так неплохо. Неплохо мы тут насобирали. Так. Тогда мы, получается, сможем крафтануть хранитель душ. Правда, мы потратили всю мифриловую руду. На хранитель душ мы крафтануть сможем. Но он нам просто объективно очень сильно нужен. Так. И нам надо куда-то его поставить. Еще. Хранитель душ, которого мы объективно крафтанем, который нам объективно нужен. Потому что он занимает какое-то конское пространство. И его надо куда-то прям впихнуть. Так. Куда мы его прям впихнем? Куда мы его прям впихнем? Может, его куда-нибудь впихнуть вне нашей хаты? Или вот сюда, например. Можно сюда, кстати, поставить. По идее, вот сюда он, наверное, встанет. Так, ладно. Так, встает? Встает хранитель душ. Нормально. Так, хорошо. Несите мне мой хранитель душ. Так. Здесь у нас будет такое помещение прям адское. Он нам, в принципе, нужен один, на самом деле. Так, ну давайте кто-нибудь ставьте нам хранитель душ. Все. Отлично. Значит, теперь где еда? Значит, теперь надо со следующей части уже прям активно. Можно, кстати, денег потратить. В принципе, по мани я не очень сильно бедствую. Можно, короче, потратить денег и немножечко гномов подучить, что ли, я даже не знаю. И... заказать, может, еще закалки. Хотя я могу только три штуки сделать. Потом у меня чернила заканчиваются. Так, чернила. Чернила я могу сделать еще 240 штук. Возьмем, сделаем 150 для начала. Так, ну и ладно. Значит, с книжками мы определились. Чернила у нас понятная. Хранитель душ у нас теперь есть. Все, теперь можно прям очень активно жахать и качаться дальше. Так, манны у нас все прекрасно. Можно какой-нибудь лук громобой забахать. Я, правда, не знаю, нужен он нам. Ну-ка. Лук громобой нам нужен. Потому что ресурсы у нас на него есть. Можем забахать, кстати, лук громобой один. Пусть тоже будет, мы его кому-нибудь дадим. Потому что луки, это тоже прикольно. Ладно, продуктивненько получилось, тогда в следующей серии продолжим. Подкачаем себе еще хп через книжки. Добудем себе еще мозгов и всякой ерунды. И, наверное, что-нибудь еще найдем. По факту, практически все у нас здесь уже выпилено. В этой части карты наверняка больше ничего нет. То есть нам надо победить вот этого деда. И, в принципе, у нас будут две части портала. Тогда, скорее всего, справа где-то будет портал и остальные части. В общем, победа близка. На сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо, ребят, за внимание, удачи и всего вам доброго. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова